Сегодня победители одного из самых престижных мировых ралли Дакар-2009 принимали на самом высоком уровне. Причем участники команды Камасмастер приехали в Кремль на тех самых счастливых машинах. Тысячи километров по бездорожью и горным перевалам в невыносимых условиях. А гонщики говорят, что чувствовали себя как дома. Подробности встречи у Сергея Гапонова. Такие машины в Кремль еще не заезжали, поэтому Дмитрий Медведев не мог не сесть за руль одной из них. Той самой, на которой Фердаус Кабиров 10 дней назад выиграл ралли Дакар. В этом году легендарная гонка впервые прошла не в Африке, а в Южной Америке. И российские экипажи заняли в ней первое, второе и четвертое места. Камазовцы уверенно опередили всех своих конкурентов. Причем, как всегда, конек российских гонщиков – труднопроходимые пески, которых и в Южной Америке хватает. Как только начинаются пески, мы их ждем. То есть там, где трудно, вам хорошо? Именно, да. Пообещав многократным победителям Дакара приехать в набережные Челны и лично протестировать машину на заводском полигоне, президент продолжил общение с камазовцами за чашкой чая. По словам Медведева, сообщения о победе российских экипажей на российских машинах в знаменитом ралли по-настоящему обрадовали не только любители автоспорта, но и тех, кто болеет за отечественный автопром. То, что делает КАМАЗ, это, конечно, по сути пропаганда, в хорошем смысле этого слова, пропаганда технических достижений, которые есть у нашей страны. Их, может быть, не так много, как нам бы хотелось в автомобилестроении, но ваши победы показывают, что они все-таки возможны. Пятикратный победитель Дакара Владимир Чагин, который в этом году занял второе место, рассказал президенту о сложностях южноамериканской гонки. На улице плюс 40, в кабине плюс 50, пыль, сложный рельеф и высокие горы. Через горы приходили 4 800, самая большая высота на карте. 4 800, понимаете? Нехватка кислорода, на моторах сказывалось, с трудом работали. На моторах сказывалось, понятно, а на людях сказывалось. Мы как-то попроще. Начальник команды Семен Якубов, сам в прошлом прекрасный гонщик, рассказал президенту о планах проведения ралли по территории России, Казахстана и Туркменистана, участки которого также должны пройти через горы и пустыни. По своей сложности и живописности, они не будут уступать многим частям Дакара в Африке. Предварительно мы уже ведем переговоры с потенциальными участниками, все выражают заинтересованность в участии в этих соревнованиях. И я думаю, что она будет иметь статус, как сказал Сергей Анатольевич, второй гонки после Дакара. По мнению Дмитрия Медведева, такая гонка будет интересна всем, кто ее организует. И России, и Казахстану, и Туркменистану. И победить в ней будет престижно. Даже таким выдающимся гонщикам, как Чагин и Кабиров. Я уверен, что конкуренты все равно нужны. Без них ничего не получается. При наличии силы воли, мужества, чего точно не занимать, вы с этими конкурентами сможете справиться. Дмитрий Медведев заметил, кстати, что фактически сегодня он встречался не с заводской гоночной командой, победившей на очередном ралли, а со сборной России по автогонкам на грузовых машинах. Причем с одной из самых успешных и титулованных сборных команд страны, у которой впереди новые победы. Сергей Гапонов, Александр Кочетков, Андрей Леонов, Дмитрий Бедрев. Первый канал. Москва.